Утром на поле, вечером уже в магазине. Местный производитель гарантирует свежесть товара. 20-килограммовые ящики едва ли не каждый час привозят на сортировку. За сутки здесь вручную перебирают до 500 килограммов свежих персиков и нектаринов. Неликвид, то есть плоды, потерявшие товарный вид, тоже идут на переработку. Под астраханским брендом первый год выпускают сладкие снеки. Пробовали сделать сушку. Сушка очень понравилась. Она вкусная, она нежная, она как бы тот же снек, как из перекус. Особенно для детей в дорогу, например. Или в школу, я думаю, на будущее. Всё получается, нам нравится и не теряем опять же неликвид. Аккуратно обрезая переспелые части тонкими ломтиками вручную, Монтье Умдасенова укладывает персики. Под палящим астраханским солнцем дольки высушатся за сутки. Передержать тоже нельзя, иначе потеряется товарный вид. Погода в этом году разрушила планы садоводов. Весенние заморозки до минус 7 повлияли на урожайность. А майский град и недавний дождь всё с тем же градом побил и без того нежную кожицу сладких плодов, отправив их на переработку. Персик в этом году не течёт по рукам. Ну, как бы немножечко чуть раньше обычного сняли. Потому что некандит. Ну, и нам попадает в основном некандит. Мы режем некандит. Поэтому он не течёт. А который течёт, он даже не идёт на сушку. Его мы бракуем совсем. Сейчас с деревьев снимают урожай средне-ранних сортов персиков и нектаринов. С каждого дерева удаётся получить от 25 до 40 килограммов. В магазины Астрахани и Келинча отправляются и первые партии ранней сливы. Рабочие не сразу снимают все плоды, дают дозреть, убирая лишь поспевшие фрукты. Также мы смотрим по размерам. На ощупь, если они мягкие, мы сразу их берём и оставляем некоторые на 2-3 дня. То есть потом мы возвращаемся сюда и берём, также складываем на сортировку. В дальнейшем и перевозку, и заказы определённых. С поля нектарины к оптовикам уходит по 120-150 рублей за килограмм. Сейчас на рынке конкуренцию местным производителям может составить лишь товар, завезённый из Израиля и Турции. Сейчас садоводы делают ставки на раннюю сливу. Она годится и для консервации, и как живые витамины. Мякоть у них плотная, хрустящая, то есть вполне держит форму. Можно также и замораживать. К этим трём культурам сборщики вернутся ещё не раз. И сливы, и нектарины, и персики в келинчинских садах будут зреть до октября. Позволяет и климат, и селекция. Садоводы утверждают, поздние сорта могут долго оставаться свежими, лежать и не портиться. Элеонор Лем, Тимофей Кухарчук, Центр новостей.